И для президента. Я прочитал вашу докладную записку сегодня по поводу жилищно-коммунальных услуг, которые вы провели буквально вот за выходные, дойдя до конкретной квартиры конкретного жильца. То же самое мне глава администрации доложил, ему тоже было поручение. Мы вроде там всё посчитали с вами, да? Мы всё посчитали, но всё получилось с точностью. Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведённые, по моему распоражению, вами и правительством вот эти тарифы. Вы меня поняли? Так точно. Оденьте и публично посадите десяток-другой человек. Всё станет на свои места. И потом, к первому марта вы должны вместе с Косинцем Кобяковым положить мне расчёт тарифу ЖКУ, жилищно-коммунальных услуг, освещение, лифт, уборка, тепловая энергия, тёплая вода, холодная вода, газ, электроэнергия. Всё подсчитать и положить мне эти тарифы. Вот вы мне их по факту представили. А теперь вы ещё раз их пересчитайте и принесите мне. Всё от балды, товарищ президент. От балды. Значит, от балды кто-то, вот тут должен быть список, кто эту балду придумал. Хватит с ними шутить. Понимаете, мы тут что-то считаем, планируем. Они делают всё по-своему. Вы меня поняли? Так точно. Если вы не справитесь с этим поручением, начиная от наружников и заканчивая этими расчётами, вы за это ответите. Я об этом говорю публично. Повышение тарифов, конечно, самый лёгкий способ пополнить бюджет. Но, очевидно, не самый эффективный. Как известно, Александр Лукашенко против подходов, которые прямо или косвенно бьют по доходам граждан. Отсюда и критика правительственных предложений по ценообразованию. Позиция президента однозначна. Прежде чем, к примеру, повышать стоимость проезда на общественном транспорте, надо сначала поискать резервы внутри отрасли. А рост цен на продукты должен быть компенсирован увеличением доходов населения. Давайте увеличим цены. Фактически всё сводится к увеличению цен. Отмена льгот по НДС. Ну, примерно на 35 позиций продовольственных товаров. Правильно я понял? Министр торговли мне справку написал. 35 позиций продовольственных товаров. Начиная от молока, мяса и заканчивая детским питанием. К чему это приведёт? К неминуемому росту цен. И не факт, что этот рост цен попадёт в бюджет. Не факт. Потому что мы не уверены, что сохранится товарооборот, а с места информируют, что товарооборот упадёт на эти виды товаров. Ну и потом, это же товары для детишек и социально незащищённых слоёй. Молоко, мясо там отчасти. Мы можем пойти неизвестно куда, неизвестно зачем ударов по населению в это время. У нас ведь лозунг какой был? Да, рост цен будет. Мы никуда не денемся. Мы в окружении государств, где цены выше. Особенно там, где мы торгуем. В Российской Федерации и так далее. На отдельные товары. Поэтому всё равно придётся подстраиваться под них. В противном случае будет вымываться товар. На кого мы будем работать? Но мы тогда заявили, что рост цен должен быть вначале компенсирован ростом доходов населения. Так? Наш лозунг был. У нас что? Доходы населения в это время выросли? Нет. А мы повышаем цены. Упадёт спрос, упадёт товарооборот, что и происходит. И какие мы дивиденды получим в бюджет? Какие миллиарды мы сэкономим? Да никаких. Просто обидим людей, плюнем их в душу. И они просто от нас отвернутся, как от власти. Зачем это надо? Тарифы на городской транспорт, перевозки городским, междугородным транспортом и так далее. Вы знаете, как меня информировали, даже министр наш, Сивак, говорит, что не надо это сейчас делать. Человек заинтересованно говорит, не надо. Мы в декабре подняли эти тарифы. Сейчас нельзя это делать. Потому что, наверное, от земли человек и чувствует, что дальше некуда. Что изменилось? Народ побогател, что мы сегодня повысим тарифы на железнодорожные, пригородные перевозки или городским транспортом, автомобильным транспортом. Нет, ничего не изменилось. Но второй вопрос. Поручено комитету госконтроля проверить эти тарифы, как в ЖКХ. Я уверен, что мы там найдем резервы, в том плане, что тарифы впитали еще и некие непроизводственные и прочие расходы, которые там не должны быть. Поэтому проверим, прохронометрируем, сфотографируем объемы, вернее стоимость вот этих перевозок, метро, автобусы в городе Герои Минске, в других городах, между городами и так далее. И посмотрим, какой процент населения компенсирует от затрат, реальных затрат. Посмотрим на эти затраты. Как вы понимаете, что никакого с моей стороны одобрения вот так называемых непопулярных мер, которые сегодня еще раз ударят по населению, не будет. Помимо прочего, антикризисный план Совета Министров предполагает повышение акцизов на топливо и табачные изделия. Президент, безусловно, согласился лишь с последним пунктом. Курить хороший табак – удовольствие дорогое. И для здоровья, и для кошелька. Повышение налогов акцизов на табак, табачные изделия, там, какого-то премиум класса, или как вы там говорили, ради бога. Это незначительное повышение. Отдадим больным на спорт детям. Повышение акцизов на автомобильное топливо без повышения розничных цен. А это не отразится на рынке, потому что розничные цены на автомобильное топливо жестко контролируются. Никто не позволит повышать в нынешней ситуации цены на бензин, дизельное топливо при таких низких ценах на нефть. Уже народ задает же вопросы постоянно. Слушайте, у нас цены как были при 100 долларах за баррель нефти, так они и остались. А ведь нефть упала в цене в 4 раза. Понятно, что эти деньги идут в бюджет, там, и так далее, отчасти, на модернизацию предприятий и прочее. Это понятно. Но куда еще повышать цены розничные на автомобильный бензин и дизельное топливо? Никто это не позволит. Но тогда это ударит по нефтеперерабатывающим заводам. И они уже взвыли, я запросил их информацию. Потери будут приличные. Ну, якобы нашли какие-то компенсационные меры. Ради бога, я не против, но чтобы это не касалось населения. Социальный ориентир.